Если один из супругов хочет развестись, то повод для развода найдется всегда. Например, поводом расстаться может послужить не измена, не пьянство, а не вымытая посуда. Причем в этой истории инициатива исходила от женщины. Странно, но факт. Оля считала, что не вымытая посуда это не повод для расставания и тем более для развода. Но так получилось, что именно из-за этой бытовой мелочи их отношения в семье дали трещину. Причем такую огромную, что ни обойти, ни перепрыгнуть. Ее Игорек и раньше был со странностями. То запрещал ей юбку не того цвета надевать, то подстригаться. Даже пользоваться косметикой нужно было лишь с его разрешения. Иногда Оле так и хотелось спросить, а не надет ли ей баранжу и вообще не перепутал ли ее благоверный страну, где они живут. Казалось, что Игорь ведет себя как представитель народности, где властвует патриархат, а к женщине относится как к какой-то вещи или как к служанке, которая должна безропотно подчиняться приказам и выполнять то, что пожелает левая нога хозяина. Оля жена покладистая, перечить мужу не стремилась, пытаясь сохранить плохой мир, мудро полагая, что он лучше доброй ссоры. Но однажды ее терпению пришел конец. Собрался однажды Игорек к своему знакомому по бизнесу и Оленьку с собой взял. Она ехать не хотела, но муж на нее так зыркнул, что сразу желание появилось. Знакомый жил в загородном доме, вдвоем с женой. Конечно, Оленька много видела, но такого бардака, какой царил в огромном доме, она еще не встречала. Где в это время была жена, Оле не докладывали. Но в кухне не было ни одного свободного места, куда можно было бы поставить хотя бы стакан. Да и стакана чистого тоже не было. Вся раковина и придвинутый к ней стол были завалены грязными тарелками, ложками, чашками. Причем засохшие остатки еды свидетельствовали о том, что чистыми они были дня три назад. Безобразие раздраженно проговорил Макс, брезгливо отодвигая от себя грязную тарелку. Игорек заискивающе улыбнулся, всем своим видом показывая, что он подчиненный. Потом глянул на Оленьку, минуту подумал и выдал. «Давай-ка помой посуду, да собери нам пожрать». «Игорь, а почему я должна мыть?» – возмутилась Оля. «Мы же вроде в гостях». «Я кому?» – сказал, – жал кулаки Игорь. И тут Оля, сама не ожидая от себя такой смелости, твердо проговорила. «Не буду, на это есть хозяйка». Игорь сверкнул глазами, но промолчал. Макс взял несколько бутылок пива, рыбу и вместе с Игорем пошел в сад. Оля осталась одна. Она смотрела на гору посуды, и жгучая ненависть к мужу все сильнее заполняла ее сердце. Вскоре пришла и жена Макса, расфуфыренная барыня неопределенного возраста. Она тоже оглядела грязное великолепие, презрительно глянула на Ольгу и фыркнула. «Ты что ли прислуга из агентства?» «Нет, я жена Игоря». «А че тут сидишь?» «Они меня не звали». «Ну и ладно, пойдем со мной. Покажу, что я привезла из...» «А, неважно откуда». Оле было скучно разглядывать горы одежды, в которую можно было нарядить не один десяток модниц. Но лучше здесь сидеть, чем среди грязных тарелок. Вскоре мужчины вернулись из сада, и Игорь засобирался домой. Всю дорогу они молчали. Ни Оля, ни Игорь не проронили ни слова. Но только они зашли домой, Игорь развернулся, схватил Оленьку за волосы, притянул к себе и прошептел. «Ты что меня перед друзьями позоришь?» От обиды и боли у Оленьки с глаз брызнули слезы, но тут же высохли. Она с гневом посмотрела прямо в глаза мужу и твердо сказала «Отпусти, хуже будет». И столько было ненависти в ее глазах, что Игорь разжал пальцы, повернулся и вышел из комнаты. Рано утром Оленька собрала свои нехитрые пожитки и тихонько вышла из дома. Она знала, что сюда больше не вернется. А чтобы окончательно сжечь за собой мосты, пошла в ЗАГС и подала заявление на развод. Она смотрела на счастливые лица молодоженов и думала, А знают ли они, что от грязной тарелки до развода всего лишь один шаг?